Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! – Добрый день! – 2 мая Церковь отмечает Пасху – Светлое Христово Воскресенье. Пасху ещё называют праздников праздник, торжество торжеств. Почему так называют? – Ну, потому что это главное событие человеческой истории, главное событие в деле нашего спасения, когда Господь ради людей, ставших человеком, подобным каждому из нас, претерпел за наши грехи страдания, крестную смерть и тридневно воскрес из гроба. Это, собственно говоря, сердцевина человеческой истории. И поэтому это действительно самый главный праздник и самое главное торжество. По-славянски праздников – праздник и торжество – торжество. – А само слово Пасха, что оно означает и как давно отмечается Пасха? – Ну, дело в том, что это слово еврейское, Пасах, означает переход. И в Ветхом Завете так отмечалось основное событие из истории Ветхозаветного Израиля – это переход евреев через Черное море, через Красное море, когда они бежали под руководством Моисея из Египта в землю обетованную. Вот этот переход, чудо, которое произошло, когда море раступилось и народ прошел по морскому дну, по-славянски Акипосуху звучит. Вот это такое вот воспоминание этого чуда, совершенного для избранного народа. И Песах, Пасха для иудеев – это тоже главный праздник, поскольку это начало спасения вот этого избранного народа и обретение им впоследствии земли обетованной. Ну а поскольку мы, христиане, не прерываем традиции, они свои связи с Ветхим Заветом и называем сами себя новым Израилем, то и у нас наш главный праздник – Воскресение Христово – мы называем тоже Пасхой, поскольку для нас в этом также заключается переход к новой жизни, к жизни во Христе Воскрешем. Вот. И праздник этот отмечается с самого начала, вот с Воскресения. И вот произошло когда Воскресение? Вот, собственно говоря, это первая христианская Пасха. И вот с тех пор мы с вами ее отмечаем до сегодняшнего дня и будем отмечать до конца истории. Принято говорить в этот день «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Свою веру в это словами «Воистину воскресе!» Это древнее приветствие, оно идет со времен апостолов. Как проходит богослужение в этот день? Чем они отличаются? Ну, это надо обязательно побывать в церкви на Пасху. Он отличается яркостью, торжественностью, множеством пения. Вот если Великим постом большинство текстов читается в храме и поется очень немногое, то на Пасху, наоборот, практически все поется и почти ничего не читается. Вот. Причем поется торжественно, громко, радостно, вот, весело, если можно так выразиться. То есть Пасха – это некое такое вот разлитое, в литургическом смысле, это разлитое во всем торжество. – Кстати, и священнослужители меняют свои облачения, они яркие, светлые. – Есть разные традиции, это такие достаточно местные обычаи. Где-то меняют вообще значение службы, там все семь цветов одевают самые разные. Но, опять же, это некая попытка создать особую торжественность, особую зрелищность, в хорошем смысле слова. Пасхальному богослужению. Почему меняют с белого на красный? Ну, тоже понятно. Красный цвет вообще в церкви считается таким наиболее торжественным цветом. Пурпур – это императорский цвет всегда, царственный цвет. Вот поэтому на большие праздники, на Пасху в частности, священники облачаются в красные одежды. Но это не везде, где-то остаются белые одежды, где-то красные. Это все такие местные традиции, которые не имеют общего значения для всех. Они не общеобязательны. – Во время богослужения освящается артас. Вот что это такое? Богослужение – это такой специальный хлеб большой, который мы в память о событии воскресенья освящаем. И потом каждый день мы на Пасху совершаем крестный ход. Каждый день. После каждой литургии. И в понедельник, и в вторник, и так далее. А в субботу он раздробляется. И после литургии раздается всем присутствующим, как благословение. Это, собственно говоря, слово артас так и переводится, как хлеб. – Ну, вообще символом Пасхи в наше время считается яйцо. Почему яйцо? – Ну, это такое предание о Марии Магдалине, императоре Тиверии. О том, что когда-то она однажды поздравила императора. Как-то попав к нему, поздравила словами «Христос воскресенье». Он сказал, если как вот это яйцо не может стать красным, во сколько оно белое, да, вот так и человек не может воскреснуть. И вот на глазах у всех яйцо стало красным. Вот это такой древний очень такой рассказ, он такой вот, ну, стал основой нашего с вами символа. Я думаю, что этот символ понятен очень, потому что с древности яйцо – это некий символ, когда вот из, казалось бы, неживого какого-то предмета даже, да, вдруг появляется живая жизнь. Вот так и оно стало, яйцо стало символом Пасхи. А обязательно в красный цвет красть? Или можно в другие? Сейчас же принять? Ну, нет, в любые цвета. Ну, красный как бы традиционно. Именно о красном цвете говорит предание. Поэтому лучше всего в красный цвет, ну, или близкий к красному, да. Ну, сейчас все цвета радуги используют, да. Я не знаю, хорошо это или плохо, но так вот, да. Я считаю, что все-таки лучше в красный цвет, да. Ну, а как давно стали петь куличи на Пасху? Ну, вы знаете, это же такой пасхальный, это праздничный такой пирог, да. Он тоже разный у разных народов. На Западе он один, на Балканах другие, у нас третий, в Румынии четвертый. Везде они пекутся по-своему. Но смысл такой вот праздничного, такого угощения, который, сладость которого, сдоба которого, как бы символизирует полноту радости, полноту празднования, которое сейчас происходит, да. И они не сторонники того, чтобы искать какие-то, ну, такую глубокую, такую экзегезу в подобных вещах, в кулинарных каких-то произведениях, да. Вот, ну, просто вот так вот, так принято. – А вообще на Пасху вроде как не принято ходить на кладбище, хотя у нас прямо и рейсы организуют, да. Вообще надо ходить на Пасху? – Лучше не надо. Для этого есть на Пасху не поминаются усопшие. По церковному уставу первое поминовение усопших бывает на Радоницу, так называемое. Это девятый день после Пасхи. В принципе, не положено ходить на кладбище на Пасху, ну, за исключением того случая, о котором я как-то вам рассказывал, да. Если храм находится при кладбище, или, наоборот, при хламе есть погост, и на этом погосте лежат наши с вами близкие люди, конечно, выходя после службы из храма на Пасху, конечно, любой человек пройдет несколько шагов, подойдет к родным могилкам, похристосуется с ними, яичко, может быть, осень, ну, это разные формы обычно принимает, вот, это нормально. А ехать на Пасху на кладбище вместо того, чтобы прийти в храм, вот это, конечно, категорически неправильно, да. – А вообще сколько по времени отмечается Пасха? – Пасха отмечается 40 дней до Вознесения. Это как бы такое, это праздник самым большим, это по-словянски называется попразднство. Вот самое большое попразднство – это у Пасхи. Обычно у всех праздников 8 дней, а у Пасхи 40 дней. Вот, и так вот, все эти дни мы служим в храмах, все богослужения наши начинаются с пасхальных песнопений и заканчиваются ими. Мы христосуемся, приветствуем друг друга. Все эти 40 дней можно печь куличи хоть каждый день, и красить яйца, то есть полностью, да, отмечать, вот ходить в гости и так далее. – Спасибо, Владыка. – Пожалуйста. – До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня я вам отвечу на следующий вопрос, который вступил к нам. Накануне Пасхи в магазинах продают куличи. Не грех ли их употреблять за пасхальные трапезы, если они не освящены в церкви? А можно ли их осветить в храме? И еще вопрос, светят ли куличи на светлой седмице после Пасхи? Если, к примеру, я собираюсь в гости, хочу взять кулич в качестве угощения с собой, а священные куличи закончились, могу ли их осветить после праздника? Освящение куличей – это традиция. В чем смысл любого освящения? В первую очередь, когда мы освящаем, мы благодарим Бога, который нам все это дал. То есть, это благодарность Богу. В этом состоит смысл того, что мы приносим начатки наших плодов. Например, освящение, когда бывает меда или орехов, как на медовый спас, яблок или виноград, или нового урожая. То есть, мы благодарим Бога, от которого мы все имеем хорошее у себя, и все, что у нас есть. И часть, соответственно, вот получается, мы не все уже приносим, не весь наш урожай, а приносим часть только. Посвящаем часть Богу, отдаем часть Ему, и таким образом у нас все остальное будет свято. Освящаются ключи либо в светлую субботу, либо непосредственно после праздника Пасхи. Потом дополнительно никто освящать ключи специально не будет, ну, если только по большой просьбе. Поэтому, ну, не удалось вам осветить кулич во время, вот в субботу, или там непосредственно после праздника Святой Пасхи, ну, ничего страшного в этом нет. Все равно вы творите, наверное, молитву перед тем, как что-то поесть, там, благословляете все крестным знаменем. Поэтому специально нести не надо, ничего страшного в этом не будет. Какого-то большого, какого-то великого греха в этом не будет. Дорогие друзья, поступил вопрос о том, что некоторые люди во время Великого Поста или просто многодневного поста Петрова ли, Успенского ли воздерживаются от своих старых страстей и привычек курения, винопития, сидения в социальных сетях. Но как только заканчивается пост, все опять возобновляется. Итак, вы спрашиваете о том, есть ли в этом смысл ограничений, если потом все возвращается на округи своя. Здесь мы с вами должны вспомнить о том, что рост духовный идет, конечно же, маленькими, частыми шажками. И невозможно сразу одним шагом прыгнуть на гору. Это также духовные тренировки, когда человек учится в своей жизни изменять себя. Изменять себя именно навстречу свету и евангельской истины. Если мы этого не будем делать систематически, так, как молитва утренняя, вечерняя, так, как пощение, среду и пятницу, вспоминания предательства Христа и крестной его смерти, то так мы не научимся с вами ничему. Нельзя, невозможно постичь никакой предмет ни в науке, ни в жизни сразу. Поэтому, конечно же, человек должен понимать, насколько он способен или не способен бороться со своими страстями. Чтобы порог не эволюционировал страсть, а страсть не ушла в прелесть. Если прелесть присутствует в человеке, он уже не может пойти назад. Он уже начинает кичиться этим и всячески выставляет как за собственные достижения, а то и добродетель. Итак, мы с вами, конечно же, вспоминаем евангельские слова Христа о том, что он обличает часто лицемеров, фарисеев, которые настолько глубоко погрязли в своих внутренних неборениях, внутренних провалах духовной жизни, что соблюдая лишь формализм, но не исполняя то, что надлежит из библейского деколога «Десяти заповедей», и, конечно же, не слушая слова своего мессии, которого они так долго ждали. И мы с вами также уподобляемся часто, когда внутреннее уныние и опускание рук от наших внутренних неустройств, греховных, страстных, мы бросаем всякое борение, смиряемся с ними и начинаем с ними симбиотизировать. И вот этот симбиоз, он очень опасен, поэтому каждый раз необходимо битву начинать снова и снова и всячески изменять в себе понемножечку, небольшими шажками, но навстречу свету. Нам вступил следующий вопрос. Почему Пасха каждый раз выпадает на разные даты? От чего это зависит? Дело в том, что подвижный круг богослужения привязан к лунному календарю. И не только к лунному календарю, но еще также он привязан к весеннему равноденствию. То есть существует такое правило для вычисления дня Пасхи. Сначала должно пройти весеннее равноденствие, потом должно пройти полное полнолуние, и Пасха всегда совершается воскресенье. Должно быть воскресенье. И еще следующий момент, поскольку мы живем церковь, ее богослужебный график существует по юлианскому календарю, поэтому еще учитывается юлианский календарь. И вот таким образом получается, вычисляется дата Пасхи. Теоретически можно вычислить и даже существуют такие расчеты пасхали называются даже на все последующие годы. 27 июля городское старое кладбище, расположенное на улице Карла Маркса, отметит свое 145-летие. Его еще называют воскресенским некрополем. Перед главными северными воротами вот уже 108 лет стоит необыкновенный по своей красоте храм воскресения Христова. Это единственный православный храм Симбирско-Ульяновска, сохранившийся в первозданном виде, в котором не прекращались богослужения. Он был построен по проекту городского архитектора Федора Осиповича Левчака. К слову сказать, это был его единственный проект культового учреждения, выполненный в русско-византийском стиле, не характерным для Симбирска. При сравнительно небольших размерах церковь стройная и изящна. Алтарь храма смотрит на восток, а главный вход находится с западной стороны. С южной стороны главный храм соединяется с квадратным помещением крестильни. По архитектурно-художественным особенностям церковь напоминает те храмы Древней Руси, которые были выстроены по византийскому образцу. Согласно архивным документам строительство храма началось в 1906 году. В августе 1910 года на купол Воскресенской церкви водрузили крест, а осенью местный иконописец Бурев расписал стены. В настоящее время кладбищенский храм единственный в городе сохранил дореволюционные росписи. Освящение церкви состоялось в 1911 году. Симбирские епархиальные ведомости тогда писали. 22 мая преосвященнейший епископ Вениамин совершил освящение кладбищенской церкви города Симбирска. Храм построен в византийском стиле и является одним из благоукрашенных городских храмов. Необычное оформление царских ворот Воскресенской церкви. Это центральный из трех врат, отделяющий алтарь от других частей храма. Именно в алтаре читается большая часть молитв, и они сокрыты от слуха прихожан. Царские врата венчают резной четырехконечный крест с надетым на него терновым венцом. Эти символы страстей христовых невольно напоминают нам о трагических судьбах тех, кто служил в нем в первые десятилетия советской власти. Были осуждены и расстреляны первый настоятель храма отец Иоанн Апраксин и сменивший его в 1916 году отец Иоанн Сергеевский также был расстрелян вместе со всем церковным причтем, с церковным старостой и регентом хора, служивший Воскресенской церкви, обновленческий архиепископ Ульяновский Иоанн Никольский. В годы репрессий саму Воскресенскую церковь неоднократно пытались закрыть. 2 августа 1941 года в праздник святого Ильи пророкам храм все-таки был закрыт. 13 августа горисполком создал ликвидационную комиссию, чтобы в пятидневный срок описать все имущество, передать здание коммунхозу и сдать его в аренду под засыпку хлеба Ульяновскому за год пункту за год зерно. Но уже осенью в храме снова зазвучали молитвенные песнопения. Это сквернение храма спасла эвакуация в Ульяновск осенью 1941 года Московской Патриархии во главе с местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Московским и Коломенским Сергием Строгородским А 26 октября именно в Воскресенском храме митрополит Сергий отслужил свою первую службу на Ульяновской земле. Московская Патриархия находилась в Ульяновске до сентября 1943 года. Советские власти на храм более не покушались. Много для церкви сделал протеерии Борис Крыжин. Его перевели в Воскресенскую церковь на Старом городском кладбище в 1981 году. Его неутомимая натура помогла преобразить запущенный храм. Обновили росписи на стенах, построили новый предел, полностью отреставрировали храм, позже изготовили, осветили и установили на куполе новый крест. В 2000 году благодаря инициативе главы администрации области Юрия Фроловича Горячего территория кладбища стала благоустраиваться. Тогда же отремонтировали церковь, выкрасили стены и купола храма, водрузили новый сияющий на солнце крест. К сожалению, на сегодня стены храма ветшают, снова необходим ремонт. Последний ремонт был 20 лет назад и лепнина, которую делали под воздействием внешней среды начинает уже осыпаться, облетаться. То есть это, соответственно, такие средства, которые приход не может найти. Вот ходим на заседание в мэрию, держим руку на пульсе, вдруг найдутся такие добрые люди, которые помогут сохранить облик храма. Напомню, что не так давно приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 февраля 2016 года Церковь Воскресения была включена в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия федерального значения. Внутри храм постоянно обновляется. Так за последние два года был заново покрыт позолотой иконостас. Храм богат иконами. Этот образ Божьей Матери, бережно сохраняющийся в церкви, которому более ста лет, свидетелем многих драматических и радостных событий в жизни нашего края. И таких икон в храме большинство. По словам настоятеля храма протеерея Олега Шмалько, они все имеют огромную историческую ценность. Представляете, да, в нашей области сколько было храмов, да, и когда их разрушали, куда несли люди эти храмовые иконы, восставшиеся храмы. И поэтому у нас, видите, много киотов. это вот в основном те самые иконы, которые из других храмов принесли, вот эти новые киоты стоят, потому что их надо было сохранить. Вот и мы вот таким образом здесь, то есть еще мои предшественники до меня, там, в течение того времени сохраняли эти иконы. Сейчас по мере возможности вот делаются киоты, выставляются вешаем опять. либо по благословению правящего архиерея в новые храмы передаем, то есть, как он скажет, в строящийся храм. Жизнь в храме идет своим чередом. С приходом нового настоятеля отца Олега церковные службы стали проходить чаще. Также был увеличен состав хора, введено новшество, при храме появилась детская воскресная школа. Я так думаю в дальнейшем деток привлекать к праздничным богослужениям, чтобы они детским хором исполняли какие-то песнопения. То есть, в общем-то, это очень, я считаю, полезно для прихода, для вообще, так сказать, внутренней жизни прихода. Это развивает приход, это будущие прихожане, это дети, которые как минимум плохому не научатся, которые будут знать службу, будут знать традиции, культуру собственного народа, собственной веры. По словам настоятеля, у храма есть будущее, а значит, Херувимы и Серафимы будут смотреть со стен церкви на новое поколение прихожан и через 50, 100, а может и больше лет. по словам Субтитры создавал DimaTorzok